Музыка Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня мы играем в Криминалочку на сервере Амазин Хроллиплей Первый сервер. Мой не Кирилл Путбуллови и сегодня будет необычный видеоролик в принципе. Что же лучше из фракции Гостники либо Бандиты? Сегодня я в принципе расскажу свое личное мнение, свой личный опыт, что я об этом думал, какие фракции по моему мнению Гостников самые лучшие, какие фракции из Бандитов самые лучшие. В принципе сегодня я вам все это расскажу. Итак, когда у меня был основной аккаунт в принципе я был уже почти во всех фракциях, кроме по-моему ФСБ и по-моему ФСБ и этот ППС. Кроме ФСБ и ППС я вроде бы как был во всех фракциях. Я был и девяткой, и на обычном ранке как бы повидал все, короче, опыта много, можно так сказать в принципе. Какие же фракции лучше, Гостники либо Бандиты? Сейчас я в принципе вам растолкую насчет Гостников в первую очередь, потом растолкую насчет Бандитов. Итак, ГОС фракции. Какие у нас есть ГОС фракции? Во-первых, это ДПС, ППС, СМП-Ю, СМП-А, потом ВЧ-1, ВЧ-2. Что у нас еще там есть? ВЧ-1, ВЧ-2, ТРК-А, ТРК-Р в принципе. И что-то еще может есть, я не помню точно. А, еще администрация Южного, администрация области и администрация РЗАМАСА. Какие из всех этих ГОС фракций самые лучшие, по моему мнению, в принципе, и самые интересные? Давайте начнем с очень скучных фракций, по моему мнению, где вообще особо ловить нечего и там реально просто скучно. И кроме того, что бабочки капать, вам ничего там в принципе интересного не будет. Итак, по моему мнению, самые скучные фракции это СМП. СМП, в принципе, это больница. Это больница. Больница, по моему мнению, самая нудная фракция. Просто там делать вообще нечего. Я не хочу реально никого обидеть, но реально, блин, вот... По своему опыту, по своему мнению, реально, это самая скучная фракция, какая может, в принципе, быть. По моему мнению. Следующая скучная фракция, как по мне, это ТРК. Да, это ТРК, хотя я был девяткой в ТРК, в принципе. Но, по моему мнению, это очень тоже скучная фракция. Ну, реально, там кроме того, что редачить объявы особо делать, в принципе, нечего. Да, можно там делать всякие конкурсы, эфиры и так далее. Но, блин, очень трудно там, потому что, блин, одна ошибка там в слове, либо когда вы редактируете объяву, либо когда эфир ведете, очень легко накосячить, понимаете? И, блин, особо интереса, как бы, нету, как по мне. Вообще. Никакого интереса нету. Там... Блядь. Чё за нахуй? У неё, блядь, у неё полтела деду, ебануться. Чё за... Эм... Не, не буду трансов подвозить. Так, без обид, если чё. Ну, по моему мнению, реально, самая лучшая фракция... Ой, самая скучная фракция, это ТРК и СМП. Это, по моему мнению, самые скучные фракции. Какие есть из всех госфракций. Я, кстати, ещё не был в ВЧ, но я был на этом аккаунте на ВЧ-1. Но я там пробыл недолго, часа два где-то. И... Что я могу сказать про ВЧ? В принципе, ВЧ это, наверное, самая более такая... Беззаботная фракция, можно сказать. Вы ни от кого не зависите. Вы просто можете пасать всех нахуй и просто фармить уровень. Вам даётся там ранг за то, что вы играете каждый пейдей. Там, по моему, 16 часов ты играл и новый ранг. И так вы до пятого ранга, в принципе, качаетесь, получаете военный билет. А уже после пятого ранга, вроде бы, там, лидер уже решает повышать вас или нет. Вроде бы как. Но, в основном, ВЧ нужно для того, чтобы получить военный билет. Ну и зарплата, конечно, тоже там нормальная. Вы просто можете заходить... И просто фармить уровень и всё. Либо комп там оставить на ночь и просто пейдей чекать. Ну, ловить точнее. Какие, по моему мнению, самые интересные госфракции? Самые интересные госфракции это... Мне кажется, ДПС. Да, ДПС. Ну и вторую... Две фракции, по моему мнению, самые интересные. Две фракции, я сказал, какие самые плохие. ДПС. В ДПС я снимал будни ДПСника, в принципе, логично. И мне там, честно говоря, очень нравилось. Я не был в ППС, конечно, не могу ничего сказать. Я так, ну, как бы, не изнутри ППС знаю, так внешне. Но, как по мне, лучше ДПС, чем ППС. Как бы, я в ДПС, по-моему, дошёл до шестого или до седьмого ранга. Потом получил, как бы, варн. И, короче, как-то так. Но я там был сколько? Месяц, наверное, да? И мне, на самом деле, там очень понравилось. Из-за того, что там есть подразделения. Там есть, как бы, подразделения. Блин, я забыл уже, как они называются. Короче, есть подразделения. То, что вы стоите на постах. То, что вы дочерь дежурной части сидите, в принципе. И патруль. Патруль. Патруль, как по мне, самая интересная. В принципе, раздел такой в ДПС. Патруль самая интересная. Я был и, короче, на постах стоял. И в ДЧ был. И патрулировал. В ДЧ, чего там, чего интересно может быть в ДЧ? Это, ну, выдавать номера, в принципе. Вы тупо сидите, вы даёте номера. И принимаете, в принципе, как диспетчер. Принимаете, как бы, как это сказать? Блин, даже не знаю, как это сказать. В принципе, доклады, в принципе, принимаете от других, в принципе, игроков. Так, какие патрулируют и стоят на постах. В принципе, от них вы получаете доклады. Ну и, в принципе, отвечаете им, типа, принято там. Продолжаете в том же духе. И так далее. Теперь, вторая, самая интересная госфракция, по моему мнению. Это администрация. Это администрация. Неважно, какая администрация Арзамаса. Но, по моему мнению, когда я был и в администрации Арзамаса, и в администрации области, и в администрации Южного. Я там тоже был. Я был во всех администрациях, в принципе, я был. Ну, между всего, по-моему, я в Юшке был. Мне там что-то не очень понравилось в Юшке именно. Но именно мне очень понравилась администрация Розамаса. Я там был девяткой. Мне там очень нравилось на самом-то деле. В принципе, лидер у нас был хороший, но он ушел по СЖ на самом деле. Это очень печально. Ну, в принципе, его выбор, как бы его решение, в принципе, его право. Поэтому все нормально. Все нормально. Как бы на него я не в обиде. В принципе, каждый имеет право решать, как ему и что делать. Но в администрации Розамаса мне было круто. Администрация области. Администрация области. Я там был восьмеркой. Я перевелся, кстати, с администрации Розамаса, потому что лидер ушел. Я перевелся на восьмерку в администрацию области. В администрацию области. И там был восьмеркой где-то три дня. Потом меня поставили на девятку Потом через один или два дня Меня лидер администрации области просто так уволил Вот реально лидер администрации области На тот момент какой был Полный мудак и пидорас реально Его в принципе сняли Я доволен Как бы из-за того что он в казик ходил В принципе я доволен Что его сняли Правильно и сделали По моему мнению Таких пидорасов держать не нужно Я не знаю какой сейчас лидер в администрации области Ничего про него сказать не могу Но по моему мнению ДПС и администрация Это самые лучшие госфракции А самые плохие Это СМП и ТРК По моему мнению Никого и обидеть еще не хочу Как бы у каждого разные интересы Может кому то нравится в ТРК Может кому то нравится в СМИ В принципе я против этого ничего не имею Я именно свой опыт вам говорю И свое личное мнение Теперь перейдем к Бандитским Госфракциям Это у нас У нас всего их мало В принципе это мафия И ОПГ Мафия ОПГ В мафии я Также был девяткой Кстати я не был В русской мафии Я в русской мафии на самом деле не был Какая находится в Латкарина Вот еще я в этой фракции не был В РМ Я не был в ППС В ФСБ И в РМ я не был Ну и на ВЧ не был На ВВС не был Короче Ну не важно Он все равно опыт у меня большой Как бы за год В принципе Поэтому думаю Это нормально Короче Мафия Мафия В мафии Что в мафии вы делаете Там тоже есть капты Как его ПГ Но там вы Деретесь Как бы ну Пиздитесь Короче Воюете Не за Территории А за А за эти Как его Блядь За бизнесы За бизнесы Вы воюете И потом Если вы там Выграли бизнес Вам с этого бизнеса Потом капает По моему Или 30 Или 50 Процентов Финки Для лидеров Русская мафия Итальянская мафия Это довольно таки Круто Потому что Ну Эти бабки Не могут Распределять Куда хотят Это их не бабло Понимаете Когда только Сделали рем Просто Такие бабки Не рубили Ебанутые Я вам отвечаю Просто ну Цифрах Точно и сказать Не могу Но Ну блядь Тлямов 5 Точно рубили За неделю Я вам скажу честно Потому что Финка Казино им шла В принципе Какая еще там Финка шла Ну нормально Короче им капало Там Были они Не бедные Я вам скажу Но мне Честно говоря В итальянской мафии Не было Очень интересно Да Круто То что Фишка мне понравилась В мафии Это то что Вы можете Передеваться В Форму военных Как бы Вы убиваете военного Подбегаете к нему Пока он В принципе Трупак не пропал И нажимаете Альт И Вы автоматически Передеваетесь в его форму Это довольно таки Прикольная фишка Мне в принципе нравится И нравится до сих пор Какой-то мудак Ебаный блять Мудила сука Надо ему сейчас Расстрелять На машину Шо ты В серии Да Аккуратней Езди Чувак Че написал Привет всем Егорка Тебе тоже привет Ну блять Будь внимательный Чувак У меня Ямаха Блять Не бронирована Если че Да Вот это Крутая фишечка Что можно Переодеваться Это довольно таки Очень круто По моему мнению Это пришел к нам Сампо Наверное Я так понимаю Ну короче Эта фишечка Реально прикольная Да Вы тоже там Ходите на ВЧ Воруете патроны Металл возите Всю эту хуйню Грязную работу Как бы делаете Можно так сказать Но плюс в том Что Как бы Как вам объяснить То что Блин За Бизнесы Все бабки Как бы капают Лидеру Лидеру в принципе И я Лично видел Как Ну Бабки капают Можешь так приехать В любую В РМ Итальянскую мафию Где есть В принципе Бизнесы И прям на ваших глазах У них будет Расти бабло Серьезно Можете сами Проверить это Я конечно не буду Потому что Меня могут Захуярить И далековато Ехать в принципе До Мафии Хотя в принципе Давайте съездим Покажу Но По дороге Буду все равно Рассказывать Короче Там тоже есть Капты Все дела Бла 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 Короче Но там Капты за бизнесы Теперь Придем к ОПГ Всего Как бы Мафии у нас два Это Итальянская мафия И русская мафия Если что Перейдем к ОПГ Я был И в ОПГ Солнцах И в Юшке Был И я сейчас Нахожусь В ОПГ Орехах Я Дошел уже До восьмерки Я уже здесь Восьмерка В принципе По моему мнению По моему мнению По моему мнению ОПГ Лучше Чем мафия Потому что Ну знаете Это как бы Более ближе К нам Мафия Это уже Знаете Ну блин Это за рубежом Уже на западе Да Это мафия Там все дела Раньше была Возможно И сейчас есть А как бы ОПГ Это наше Знаете Русское Родное Такое Более И Тем более ОПГ Было намного Раньше Чем добавили Мафию На сервер Поэтому Ну как бы Более роднее Из-за чего Мне нравится Больше ОПГ Даже Не знаю Трудный вопрос Я себе Даже задал Короче Ну как Здесь Как бы Как-то Дружнее Знаете Как бы Как-то По-пацански Все Более-менее Проще У нас здесь Капты За территорию В принципе Кстати Можете Приходить Тоже Ко мне ОПГ Орехи Кстати Мы уже Завоевали Почти Все Ну все Территории Видите Красные Это все Наше Хотя Когда Лидер Ну когда Я пришел В ОПГ У нас Было Территорий Ну 10 10 10 Сейчас Где-то 60 70 Процентов У нас Поэтому В принципе Приходите К нам Будем Тащить Мести Короче Почему Мне нравится ОПГ Больше Ну как бы Да Тут Дружнее Как бы Ну более Знаете Мафия Блядь Ну это Не наше Ну серьезно Блин Мафия В Криминной России Ну Ладно ОПГ Это понятно Но мафия Ну Это более За рубежом Такая хуйня Знаете Ну блин Не русская Не русская Эта тема Понимаете Вот чем прикол В принципе Мне не очень нравилось По моему мнению ОПГ намного круче Какие у нас есть ОПГ Давайте обратно Перечислю Это ОПГ Южная ОПГ Солнце И ОПГ Ореховская Ореховская Да В каком Сейчас в принципе Я нахожусь Уже на протяжении Двух недель Где-то Я здесь В ОПГ Тусуюсь И уходить Не собираюсь Мне здесь Вполне себе Очень нравится Я был В ОПГ Солнце Восьмеркой Когда-то В принципе Сам дошел Без какого-либо Блата Если что А то вы там Бомбите тебя На девятку Там поставили В принципе Это такое Здесь я в принципе Не девятка Меня здесь Взяли на пятый Ранг Сначала взяли По-моему Да на пятый Потом на четверку Поставили Шарапа У Шарапа Бомбануло Он написал Видер Он меня снял Вообще Полностью Короче И Так давайте Я хочу Посмотреть территорию Так давайте Проедем Наверное Через забор Перелезем Потому что Мне кажется Сейчас меня захуяли Конечно Я тоже Не с пустыми руками Приехал Но все равно Как бы Деймить не хочу В принципе Я знаю Что в ихней территории Мне сюда нельзя Короче Все дела Но похую ОПГ Как бы Более Прикольнее В ОПГ Орехах Я был Когда-то Девяткой На самом деле Кто Не знал Я был Девяткой Но Недолго Потому что Лидера Сняли Из-за того Что у него Было 3 из 3 Короче Но я был Девяткой Мне тогда Очень нравилось Пацанов На лучей Водить Там И так далее Да И я Порвалился Через Текстуру Просто Зашибись Да Вот именно Так надо Продолжать Видео Короче Я был Там Девяткой Лидера Сняли Из-за того Что ты Из 3 Все дела Сейчас Честно Я не рвусь На девятку Типа Меня лидер Сегодня Кстати Повысил Когда После капта Типа Блять Типа Охуенно Тут На каптах Часто Все дела Там Типа Красавчик На восьмерку Меня поставил Говорит Типа Ну У меня сейчас Три девятки Типа Я не могу тебя на девятку поставить Хотя я ему про это ничего не говорил В принципе Я ему говорю Ну Как бы Я У меня желания нету Особого Прям не горю я Девяткой этой В принципе Мне как бы Все равно Мне На пятерке было нормально И на восьмерке Сейчас в принципе Так само Поэтому Я не сильно рвусь К девятке Я не сильно рвусь К девятке Поэтому Все в принципе У меня хорошо Все у меня хорошо В принципе Так Давайте Напишем Лечи Лечи Итак Какой в принципе Итог будет Какая же Какие же фракции Лучше Гостники Либо бандиты Какие плюсы Гостников По моему мнению Это то что Вам система Платит зарплату Вы каждый ПД В принципе Получаете бабло Каждый ПД Вам платит Определенную сумму Как бы По рангу Как бы Вы ни от кого Не зависите Вам платит Именно сама Система Сервера Как бы И вы Не зависите Ни от кого В принципе Нет лидера Ни от кого Да Вот Большие плюсы Тем более Когда Х2 Вот Большие плюсы Гостникам Что они получают Нормальную Такую зарплату Понимаете Вот В принципе Плюс Такой Но Есть и минус Ну Для меня Минус Честно говоря Это то что В госфракции Все строго Как бы Вас Вам нельзя Там в казик Ходить Вам нельзя Дэмить Там и так далее Хотя и так Нельзя дэмить Ну вы поняли Короче Меня И Администрация Области Восьмерка Там Он Если вы там Будете на 8 бит Уставаться в казике Он может вас Спокойно Просто уволить Просто Взять Спокойно Уволить За то что Вы нарушили Устав Типа Ну устав Типа там У каждой фракции Есть свой устав ДПС ППС Там и так далее В принципе За это Вас могут Просто так Уволить У меня Такой случай Был В принципе Я сам Был Восьмеркой В АО И сам Уволнял Игроков Которые Нарушали Уставы В принципе Мне это Знакомо А как Происходит Все это В Как бы Не в госфракции Короче В бандит В бандитских фракциях Короче ОПГ Мафии Все зависит от лидера Если он захочет Вам выдать Зарплату Он вас выдаст Если не захочет Он может вас просто Нахуй послать В общем проблема Понимаете Как бы Ну Вам могут Не платить Бабки В ОПГ Там и так далее В принципе Не у нас лидер Нормальный Он в принципе Всем Каптерам Кто в каптах Участвует Всем платит Пятьдесят тысяч Конечно не каждый день Там Один Два раза в неделю Платит В принципе Это хорошо В чем еще Плюс ОПГ Там Афи Что у вас есть Постоянный доступ К патронам и металлу В принципе И вы Без випки Можете ходить на ВЧ Что в мафии Что В принципе В ОПГ Вы можете ходить За патронами А если Как бы Ну Такая возможность Есть только В ОПГ и мафии Ходить за патронами Ну и либо Вам придется Купить випку Ну думаю В принципе Я вам объяснил Не знаю Выбирать Как бы вам В принципе Но как по мне Бандитские фракции Мне как-то Ближе В госфракции Знаете Я как Как закованный Вы Думаю Заметили Что когда я был В госфракции Как бы Не особо Видосики выходили Как бы Ну Ну нечего было Такого снимать В госфракциях Как бы Вот когда Вообще Ни в какую фракцию У меня вообще Бля Идея дохуя Дури дохуя Толку нихуя Короче Ну вы поняли В ОПГ Мне здесь есть Что поснимать В принципе Это капты Там На военку Сходить Похуярить Военных В принципе Да Есть что Здесь поснимать Как по мне В ОПГ Больше возможности Поснимать Чем в какой-либо Госфракции Вот думаю На этом все Если вам понравился Видеоролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал На этом у меня все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok